И о спорте. Трое дагестанских вольников вышли в финал по итогам первого дня Кубка Ивана Ярыгина. Об итогах первых борцовских баталий на ковре расскажет наш корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Минус 10 в заснеженном Красноярске. Благо, вся наша работа будет проходить в этом дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Там внутри тепло, а на коврах даже ожидается самая настоящая жара. Традиционный турнир будет проходить в течение четырех дней. 12 стран и более 300 участников. Ярыгинский турнир знаменит открытие нового сезона. В этом году в Красноярск приехали олимпийские чемпионы Заур Угуев и Заурбек Седаков. Помериться силами с этими и другими лидерами мировой борьбы хотят все. Для российских вольников на кону также попадание в национальную команду. Ярыгинский турнир, он определяет сильнейших ребят, которые попадают в сборную команду. Но, естественно, для ребят это очень важный старт. И проявить себя, и возможность сесть побороться и попасть в сборную команду. Поэтому на сегодняшний день турнир имеет высокий статус. На нем борются практически все наши чемпионы олимпийских игр, чемпионы мира. Освобожден только Абдул-Рашид Садулаев. Лично для меня этот турнир был таким значимым. Я на него готовился, можно сказать, от турнира до турнира целый год. У нас два турнира были. Самых основных это Ярыгинский и чемпионат России. Потому что это была возможность попасть на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Поэтому мы очень ответственно готовились к этому турниру. Поэтому на сегодняшний день я тоже понимаю, что этот турнир, он также значим и для молодежи. С большими медальными амбициями в столицу Сибири приехала сборная Дагестана. И первое золото нашей команде уже гарантировали борцы категории до 57 килограммов. Постарались хасавюртовцы Заур Угоев и Ахмед Идрисов. Причем первый в полуфинале одолел своего одноклубника Рамиза Гамзатова. Тренер Шемешемеев смотрел схватку своих учеников с трибун. Первый раз на Орегинском турнире мне пришлось отдохнуть за выход в финал. Потому что почти 6 лет мои ребята здесь боролись в финал и полуфиналь боролись. Ну что могу сказать. Опыт у Заурова показал, как отбороться надо. И Рамиз тоже молодец. До этого тоже вытушил схватки хорошие. Обыграл хороших ребят. И удовольствие получил, конечно, от этих ребят. И сейчас еще больше удовольствия мы получим в финале, где будет бороться Идрисов и Угоев Завор. Пожалуй, главной сенсацией дня стал не выход в финал чемпиона мира Абазгаджи Магомедова. Путь к золоту в весе до 61 килограмма ему преградил земляк Муслим Мехтиханов. Воспитанник школы имени братьев Сайтеевых взял победные баллы на последних секундах этой напряженной схватки. В финале ученик Мусы Сайдул Баталова встретится с вольником из Монголии. Просто настраивался на все шесть минут, боролся, выиграл. В конце очень надеялся на эту последнюю атаку. Выложил за Россию. Сто процентов не сделал. На России проигрывал. Два раза проигрывал. Но не такой большой счет был один раз. И примерно, как надо говорить, что может человек, надо бороться, выиграть, настроиться. Он так настроил его, что вот эти шесть минут, мы с ним, что ты атаковал, не стоял и боролся. То, что ты можешь, вот эти шесть минут, давай, постарайся. И, как говорится, я так думаю, что он выполнил свою задачу. И только в категории до 70 килограммов Дагестан сможет рассчитывать лишь на бронзу. Ее команде попробует принести Курбан Шираев. Двукратный победитель турнира в Красноярске сегодня уступил на стадии 1-4 финала. Его обидчики из Кабардино-Балкарии и наобек Шириев оспорят золото с бурятским борцом Евгением Жирбаевым. Ну, итоги первого дня у нас три боролись, три веса, два финалиста, два финала, плюс третий вес у нас будет бороться удешительно за бронзовую награду. Поэтому, хотели три, конечно, три финала, но получилось два финала. Я думаю, еще есть веса у нас, поэтому два финала, нормально все. Задача минимум, да, выполнена, максимум не выполнена. Я практически планировал, да, Ширяев должен был быть в финале, потому что он у нас один из лидеров в сборной команде, поэтому, ну, получилось у него так, но я думаю, за бронзу он будет бороться. А остальные ребята у нас, Идрисов, Угуев, наши ребята, потом Мехтиханов, Муса, будет с Монголом бороться. Я думаю, мы завтра два золота должны забрать. Имена первых победителей Ярыгинского турнира зрители узнают завтра. Во второй день кубка на ковер также выйдут борцы категории до 65, 79 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, Магмед Белитханов, телеканал ННТ, Красноярск.